МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале АТВ-2 вы смотрите новости общественного телевидения наукограда в студии Татьяна Сенаренко. Евгений Андреев, здравствуйте. Вначале коротко о главных темах. Опасный алкоголь под маркой известного бренда. В Биске задержали организованную преступную группу. Фестиваль двух миров спалета. Что вы можете показать итальянцам? Семь километров без ям и колдобин. В Ельцовском районе отремонтировали дорогу. Сразу две проблемы можно решить одним действием. И русло реки углубить, и с гололедом на дорогах зимой бороться. В районах поселка Сорокино несколько лет назад на реке образовалась песчаная коса. С года в год она растет, перекрывает основное русло и доставляет проблемы местным жителям. Во-первых, при прохождении талых паводковых вод подъем воды идет значительный и заходит в частный сектор вода. То есть, возможно, подтопление. Это первое. Ну и прохождение ледохода. Изъятие песчаных гравийных отложений позволит улучшить ситуацию на реке. Пропускная способность русла увеличится. Изъятое отложение песчаной гравийной используется для строительства дамбы. Дамбу в том году мы построили. Но прошедшая паводковая ситуация и дожди немного ее уменьшили. Песчаные отложения можно использовать для усиления дамбы в Сорокино и для посыпки местных внутриквартальных дорог. В прошлом году чистка русла здесь уже проводилась. И песок, добытый на этой косе, использовали при строительстве дамбы. Чтобы продолжить работу в этом году, необходимо получить разрешение от Управления природных ресурсов. Глава администрации Бийска Николай Нонко предложил в решении комиссии по чрезвычайным ситуациям указать необходимость проведения таких работ и отдать документ на согласование в край. Между тем, местный предприниматель, который занимался чисткой русла в прошлом году, готов приступить к работе и в этом. Песок он добывает бульдозером. Техника выходит на реку при установлении ледостава. К нам уголь, от нас зерно. Теперь по новой дороге транспортная связь между двумя регионами налажена. Завершается ремонт автомобильной дороги Биск-Мартынова-Ельцовка-Граница Кемеровской области. Качество новой дороги оценила наша съемочная группа. Это последние штрихи. Самое сложное уже позади. Дорожники завершают ремонтные работы. Осталось подровнять и укрепить обочины и откосы. Восстанавливать трассу, которая связывает два региона, Алтайский край и Кемеровскую область, начали еще в июне. Участок работы у нас в этом году был по деревне. И сложности были в том, что проезжая часть зауженная. И движения по объездной у нас не существовало. Проезжающий транспорт создавал определенные трудности. Новое дорожное покрытие длиной в 7,5 километров уложили в рекордно короткие сроки. На вооружении дорожников была современная техника. Асфальт и укладчики, а также комбинированные катки. Покрытие было полностью изношено. Еще, когда начинали работать, возникали сложные системы, что дорога проходит по слабым починистым грунтам. Поэтому на первом этапе производили работы по выемке этих починистых грунтов и отсыпке скальным грунтом. В дальнейшем мы уже вели работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонного покрытия и устройство покрытия толщиной 6 сантиметров. Применение технологии укрепления основания цементом позволили в значительной мере улучшить прочность дороги. Специальная комиссия контролировала работы на каждом этапе, проверяла поставляемые материалы и ежедневно брала пробы асфальтобетонной смеси. К краевому дорожному фонду капитальный ремонт трассы обошелся в 66 миллионов рублей. Вот этот участок победили, слава богу, сейчас приятно ездить. У меня и автобус ходит сюда, и техника вся. Ну приятно, приятно, конечно, что внимание обратили на наш, в конце концов, деревню, район, можно сказать. Дороги были ужасные. Около 4,5 тысяч рублей. Такова цена дороги длиной в один мой шаг. Всего же новый асфальт простилается более чем на 7 тысяч метров. Дорога проходит через самый центр Ельцовки. И для жителей села каждый шаг этой дороги является золотым. И не потому, что этот проект является многимиллионным, а потому, что этой дороги ждали несколько лет. Гарантийный срок нового полотна 4 года. Все это время дорогу будет обслуживать Ельцовский филиал Северо-Восточного ДСУ. Однако, как говорят специалисты, проблем она не будет доставлять как минимум 10 лет. Алена Кисеева, Алексей Мельков, Новости ОТН. А вот следующая информация для тех, кто собирается в столицу нашего региона, на поезде. Снижена стоимость проездного билета на пригородные поезда. В течение полутора месяцев с 15 октября по 30 ноября проездные билеты на скорые пригородные поезда Калина-Красный и Восток продаются с 5% скидкой. Теперь купить билет до Бийска можно за 229 рублей. Напомним, что поезда пригородного направления отправляются ежедневно. Из Бийска они уходят в 7 часов 29 минут и в 17 часов 35 минут местного времени. Время в пути 2 часа 50 минут. Все больше россиян делают ставку на отечественные медикаменты. К такому выводу пришли специалисты, ведущие международной исследовательской компании. Они опросили врачей и провизоров. Проведенный анализ показал, что большая часть фармацевтов сталкиваются с запросами пациентов и покупателей о замене назначаемых лекарственных средств на более доступные по цене. Об увеличении спроса на импортозамещаемые медикаменты говорят и производители. Так, Бийская фармкомпания «Эволар» продолжает наращивать долю лекарств в своем портфеле. За 8 месяцев этого года объем продаж Бийска компании вырос на 18%. Наибольший рост среди лекарственных средств показал оригинальный хондропротектор растительного происхождения, а также аналоги импортных препаратов – ангиопротектор «Винкаум» и назальный спрей «Аквамастер». Как отметила председатель совета директоров компании «Валар» Наталья Прокопьева, сегодня потребитель открыт к доступным отечественным аналогам импортной продукции, которые позволяют поддержать аналогичное качество жизни, как и при приеме дорогостоящих препаратов. В программе импортозамещения сегодня участвуют несколько десятков препаратов, которые могут заменить более 30 импортных аналогов. Во многом увеличение спроса на отечественную фармпродукцию связано с доступной ценой. В ближайшие годы «Валар» планирует выпустить еще ряд продуктов, которые смогут конкурировать с импортными аналогами. Два года в больницах. Обычная простуда приковала ребенка к кровати. Когда не приходят на помощь ни врачи, ни чиновники, как вопль отчаяния посты в социальных сетях и обращения к парламентариям. Об историях людей дальше в сюжете. Юлия Сидоренко – мама 16-летней Василины. Ее дочь вместо школы регулярно посещает больницу. Вернее, живет то в одной, то в другой. Эта история началась в 2013 году в Салтонском районе. Юную жительницу села Нижняя Ниненка с симптомами ОРВИ привезли в районную больницу. Лечение затянулось практически на год. В октябре 2014-го у Василины появились боли в животе. Ее доставили в центральную городскую больницу Бийска, где провели диагностику с хирургическим вмешательством. После чего врачи сделали вывод. Девочку мучают кишечные колики, вызванные приемом антибиотиков. Спустя время прокол от лапароскопии не зажил, а начал гнить. На сегодняшний день девочки сделали уже около 40 операций. И в Салтоне, и в Бийске, и в Краевой столице. Улучшений нет. Сейчас Василина лежит в Барнаульской больнице. На теле появляются все новые и новые флегмоны – гнойные раны. Мама девочки надеется на помощь московских врачей. Но как и где найти нужного специалиста, женщина не знает. Крайздрав – это первое, куда я обращалась. Я принесла документы. То письмо в оригинале, которое я писала к Крайздраву, и то, что они мне ответили. То есть они рассматривали два месяца мою заявку, и в течение двух месяцев вообще шевележа не было никакого абсолютно. Александр Терентьев, конечно, не врач, но сразу же отозвался помочь Юлии. После встречи он направил депутатский запрос в Крайздрав. А уж на обращение депутата чиновники должны отреагировать в кратчайшие сроки. Назначить консилиум, предложить радикальное лечение, либо направить к другим специалистам и выделить квоту на лечение. За этот приемный день депутат рассмотрел порядка десяти вопросов для обратившихся людей жизненно важных. В приемную приходили и бейчане, и жители близлежащих сел, некоторые – компанией. Эти девушки – выпускники детдома. Проблема у них одна, общая – негде жить. Вот у меня сейчас ребенок, например, нет жизни, где я живу по соцпомощи, как бы на три месяца. Там отживаю, а потом вообще некуда идти. Потому что вот так вот. Ну вообще никого нет. Такой же личный вопрос остро стоит не только в Биске, но и по всей стране. Сироты по закону обязаны быть обеспечены жильем, но его нет. И к решению этой проблемы нужно подходить со стороны законодательства. А это как раз уже в компетенции парламентария Александра Терентьева. И «Справедливая Россия» работает над соответствующими поправками. В данном случае мы будем вносить законопроект, по которому мы еще будем просить средств из бюджета. А это очень многочисленная категория. У нас сегодня брошенных детей в стране уже сколько. Детские сады, детские дома все переполнены. Картина жуткая. И будем тоже вносить законопроект, который подразумевает выделение средств на эти нужды. Это значительно. А в таких вот, если там в больших городах строится жилье, да, а сколько вводится жилья в городе Биск? Сколько отдается муниципалитет? Над каждой озвученной темой Александру Терентьеву предстоит еще большая работа. Ведь выслушать человека – это только полдела. Главное – найти реальный способ помочь людям. Татьяна Свинаренко, Сергей Даровских. Новости ОТН. Введение прогрессивной школы налогов. Продолжаем выпуск. В Биске сотрудники правоохранительных органов ищут несовершеннолетнюю школьницу. Она ушла из дома 14 октября и до сих пор не вернулась. Родственники девушки и полицейские просят помочь в ее поисках. Арина Логинова, учащаяся с 7 класса 8 школы. Конфликта с родителями не было. На вид пропавшей девушке 15 лет. Рост примерно 170 сантиметров. Худочаевое телосложение, волосы, русы и доплечь. Из дома Арина ушла в зеленом пуховике, темно-синих джинсах, трикотажной шапке, сбоку бант серого цвета. Если вам что-либо известно, где находится Арина Логинова, просьба граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить в ближайшее отделение полиции, либо позвонить по телефону 02. Около года в Биске продавали опасный алкоголь. Полиция пресекла деятельность преступной группы из 8 человек, которая организовала в Наукограде изготовление и продажу виноводочной продукции из технического спирта. Поддельные горячительные напитки предприниматели маркировали под известные бренды. В ходе обыска у бизнесменов было изъято около 700 литров опасной для здоровья спиртосодержащей жидкости. Также полицейские нашли бухгалтерские документы и полмиллиона рублей выручки. Расследованием уголовного дела занимается Краевой следственный комитет. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Производство хранения избыт продукции, опасной для жизни потребителей». Преступникам грозит до 6 лет лишения свободы. Работы бийских мастеров-прикладников увидят в Италии. В ноябре в городе Спалета будет проходить международный фестиваль культуры и искусства. Приглашение принять в нем участие пришло организатору галереи авторских работ «Талтай-Талант-Бийск» Ирине Моисеевой. Путем переговоров мы пришли к такому согласию, к такому решению, что сегодня в нем будут участвовать несколько мастеров бийских. Эльвира Косихина, Вера Корнаухова и Марина Климова. Мы будем отправлять туда работы заочно. Но это декоративно-прикладное искусство, его проще перевести через границу, потому что живопись требует определенного согласования и так далее по документам. Но участие будет как бы официальное. Договорились уже, я отправила туда фотографии, они будут внесены в каталог. На данный момент я не могу, например, поехать на этот фестиваль, у меня нет возможности. Но в перспективе я бы хотела побывать на этом фестивале. Это знакомство с новой культурой, с новыми какими-то мастерами. Фестиваль двух миров, так еще называют это ежегодные мероприятия в спалетах. Свои истоки она берет с конца 50-х. В фестивале участвуют художники, музыканты, артисты. Все они представители и носители двух культур, европейской и американской. Отсюда и название – фестиваль двух миров. Как уже было сказано, в этом году бийские мастера примут заочное участие. В галерее Алтай Таланбиск уже приготовили работы к поездке. С спалета отправится живопись на кедре Веры Корноуховой, декоративная тарелка горы Горного Алтая Марины Климовой. А вот третья участница фестиваля Эльвира Косихина решила отправить в Италию близкую им по духу тематику. В технике декупашина выполнила панно-часы «Венеция». Принять участие в международном фестивале культуры и искусства могут и другие бийчане. Подробную информацию можно узнать в галерее Алтай Талант Бийск. Тем, кто решит это сделать, нужно поторопиться. Фестиваль с спалеты начнется 13 ноября. В Бийске готовятся слепить микропельмени, поставить мировой рекорд. Наукоград намерен подтвердить звание пельменной столицы Алтая. 29 октября в нашем городе пройдут соревнования «Пельменный левша». В рамках проекта «Спортивный пельменинг» кулинары постараются слепить самые маленькие пельмени в мире. Также они попытаются приготовить и самую миниатюрную порцию сибирского лакомства. Вес сырого пельменя малыша будет определен на сверхточных весах в лаборатории Бийского бизнес-инкубатора. Там же измерят вес порции из 15 сваренных пельмешков. Пельмешата будут приготовлены по всем правилам ГОСТа. Фарш в равных количествах составят из говядины и свинины, плюс очень мелко нарезанный лук. Пропорция теста и фарша в микропельмешках, как и в полноразмерных собратьях, 50 на 50. Во время установления рекордов планируется провести онлайн-трансляцию и фотофиксацию мероприятия. Отметим, что предыдущий рекорд зафиксировал 10 пельменей, которые весили 0,5 грамма в апреле. Пельменная левша станет своеобразным анонсом открытого Кубка Алтайского края по спортивному пельменингу, который состоится в рамках праздника «Алтайская зимовка» 13 декабря в Бийске. И в завершении выпуска, как всегда, заглянем в социальные сети. В Бийске выпал первый снег, и кадры с ним сегодня заполонили интернет. Мы выбрали самые интересные фотографии из социальной сети ВКонтакте. Судя по многочисленным снимкам, первому снегу рады не только люди, но и животные. А четвероногие питомцы у наших горожан самые разнообразные. Конечно, в основном преобладают кошки и собаки, однако встречаются еще кролики и крысы. Но что всех их объединяет, так это любопытство к падающему снегу. Они наблюдают за ним с нескрываемым интересом. Кто-то видит его впервые, а для кого-то это зрелище стало уже привычным. Друзья, мы напоминаем, что ОТН является активным пользователем социальных сетей. Вы можете делиться с нами интересными фотографиями и видеозаписями. Но не забывайте, они должны быть связаны с Бийском и его жителями. Таким увидели сегодняшний день корреспонденты общественного телевидения Наукограда. Мы же с вами прощаемся, но не спешите переключать канал, впереди полезная информация.